Итак, друзья, а, да, здравствуйте, друзья, вы на канале Ярослава Фролова, и сегодня будет опять ролик с колес, то есть будем с вами ездить, будем поедать смотреть дом. Сегодня, кстати, в своем телеграм-канале подбор дома в Крыму я опубликовал опросник, можно ли в Крыму купить дом до 1 миллиона рублей. И вот сегодня мы с вами об этом, собственно говоря, посмотрим, поговорим, и надеюсь, что у меня получится сегодня съездить и отснять как раз дом, у меня заказчик появляется, появился, на дом до миллиона рублей, и посмотрим, получится нам найти дом до миллиона рублей или не получится. Пока выдвигаемся. Где там я? О, вот я. Там даже совка сидит, вон, рукой машет. Вот, задача. Задача у заказчика ко мне, найти дом до одного миллиона рублей, чтобы в нем можно было, ну, хотя бы зайти, так, стоп, вот так, на, на, чтобы можно было зайти хотя бы в этот дом, и, понятно, что за миллион, мы ничего, прилично, такого, чтобы супер, там, с теплыми полами, все, вот это не купим. Понятно. Понятно, что, скорее всего, там надо будет менять окна на пластиковые, все это понятно, и заказчик это понимает, и я это понимаю, да и вы это понимаете. То есть тут никаких у нас особых таких вопросов не возникает. Ну, вот, вещь мне самому просто интересно, сможем мы найти дом до одного миллиона рублей в августе-сентябре 23-го года в Крыму или нет. Все, поехал я, поехал, а там дальше с вами пасом. Сейчас мы дочку высадим около школы, они тут к первому сентября готовятся. И обещали гипс снять. Ну, кто смотрит мои ролики, знает, что она тут у нас ковыляет на трех ногах. Ну, она не расстраивается, да, молодец, но... На четырех ногах. Главное улыбается. Ничего страшного. Но, кстати, самый прикол, у меня в жизни, вот, какая бы моя бесшабашная жизнь ни была, да, но в жизни на мне ни разу не было гипса, и шили меня всего лишь два раза в жизни. За всю мою вот историю. И то, шили, это громко сказано, там буквально два-третьего шва накладывали, четыре, и все. То есть мой маленький шовчик. При условии, что сам я собак-то просто своих шью, ну, периодически шил, сейчас они дерутся. А раньше, когда дрались, то есть я их шил сам. Все, ладно, увидимся, включу чуть позже, когда будет либо какая-то информация по дому, куда сегодня едем, либо когда подъедем к дому. Который, где будем смотреть дом. Ну, видишь, тут. Поверните направо. О, он сам говорит, это хорошо. Поверните налево. Вот тут вот, опаньки, опаньки. Смотри, тут магазин поход взял. До конца маршрута осталось 200 метров. На этой стороне поехали. Есть, мне не понятно, где номер дома. Номер там, где. Значит, на той стороне. А-а-а, тут смотрите, как сделано. Улица с двухсторонним движением. Вернее, с односторонним по каждой стороне, я так понимаю. Будем, или вот этот вот. Какая-то красота должна быть. О, здесь. Точно здесь. Приехали, спасибо за компанию. О, приехали. Друзья, перед просмотром дома у меня к вам есть огромная просьба. Я еще, конечно, в самом ролике об этом скажу, но. Пожалуйста, когда вы его будете смотреть, не надо хейтить, что вот столько мусора, то сё. Во-первых, дом до одного миллиона рублей. Во-вторых, там живет пожилой человек, и дети хотят ее забрать оттуда. Ну и да, как у всех пожилых людей, скапливается много нужного. Это не мусор, просто нужное. К моменту продажи они все это вычистят, вывезут и так далее, и все будет нормально. Поэтому смотрите этот ролик адекватно, понимая, что в Крыму можно купить дом по факту. Заходи и живи. Да, для кого-то это не заходи и живи, они даже на участок-то зайти не захотят, потому что он заросший и туда. А для кого-то, для кого-то это хорома огромная. Поэтому я работаю с разными абсолютно людьми, я работаю с разными бюджетами, я работаю с миллионами долларов, я работаю с десятками, сотнями тысяч рублей. Поэтому с разными людьми я умею работать. И, кстати, да, на всякий случай, дайте я себя отрекламирую перед сюжетом. Кто вдруг не знает, кто я такой, меня зовут Ярослав Ролов, и я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму абсолютно в разном бюджете. Я могу вам найти дом за миллион рублей, я могу найти вам дом за 10 миллионов долларов без проблем абсолютно. Обращайтесь, все мои контакты и ссылки на мои соцсети есть в описании к ролику. Смотрите ролик. Друзья, приехали мы туда, куда как раз я хотел подъехать сегодня, посмотрите, ответьте вам на один главный вопрос. Есть ли в Крыму возможность купить дом за до миллиона рублей? В принципе, дом заходи, живи, да-да-да-да-да, старенький и так далее, но сейчас я вам его покажу. На всякий случай, когда мы с вами ехали, я вам показывал, да, то есть вот это место. Давайте я себя уберу из кадра и вам буду показывать теперь. Смотрите, здесь сделано, по той стороне идут дома, это одна улица, по той стороне здесь типа аллеи, и там идут дома. В старые добрые времена это было огромное классное село, потому что, смотрите, вот здесь был клуб, то есть вот это остатки клуба местного. Как раз вам показываю, что у нас тут рядом. То есть вот это остатки клуба. Здесь асфальт, дорога. И вот он дом. Как всегда, начинаю показывать вам с фасада. Вот он фасад, угол. Сам дом ухоженный. Вся территория ухоженная. Ну, плюс-минус, надо понимать, все-таки живет пожилой человек, и тут надо сделать, наверное, скидочку небольшую. Потому что дети живут далеко. Приезжают по меру сил, возможности помогают, но он сейчас как раз продают, и, собственно, из-за этого хотят мать забрать к себе. Они живут не в Крыму уже, и поэтому хотят переехать, перевезти ее, а тут уж дом продали. Вот конец участка, забор, он полностью огорожен. Здесь дом не жилой. Хозяева недавно уехали. Ну, как недавно, в общем, уехали. Поэтому если вдруг что-то можно будет приобрести. Смотрите наверху. Здесь есть интернет. Вот это нижние сопли, это интернет. И электричество к дому подведено. Все нормально. Сип стоит. Поэтому в этом проблем нет. Да, конечно, сразу скажу. Когда мы сейчас будем смотреть дом, обратите внимание, что, ну, да, тут надо приложить руки. Зато есть несколько нюансов таких классных. Смотрите, вот, например. Мы сейчас заходим, смотрим. Вот арка. Наша замечательная крымская арка. Она огромная. То есть здесь высота арки, то есть, чтобы мог, какая машина влезет. То есть, в принципе, сюда въедет даже хаммер. Более двух метров. Ну, вот, ширина порядка, я так понимаю, здесь около четырех метров. Вот здесь больше даже, наверное. Поэтому любой автомобиль сюда заедет. Абсолютно. Ну, газелька, только грузовая не заедет, будет мешать. А так, здесь виноградная арка. Здесь сейчас вот на улице жарко. А здесь нормально прохладно, тенечек. Замечательно. Так, давайте сначала пройдем вот здесь, пока мы здесь. Дом по кругу пройдем. В сам дом, как всегда, зайдем мы в конце. Смотрите. Электрический счетчик подводит сюда. Одна фаза, да, 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 подведена одна фаза. Тут уж никуда не денешься. Вот, ставят пластиковые окна. Я по дому уже пробежался. Ничего глобального в трещинах я не видел. Ну, кроме вот, да, тут есть пристройка. Вот эта верандочка. Да, она идет по трещине. Но эта пристройка по самому дому, по самому дому. Видно, что за ним ухаживали. И изначально он был построен очень хорошо. Потому что вот это, это, скорее всего, не камень лопнул. Потому что такое я уже наблюдал в домах. Где-то, кстати, в одном из сюжетов он недавно показывал. Вот задняя стенка дома. Видите? Куда просто мы не пролезем сейчас. Вот все. Все заросло. Деревень. Вот. Так. Так. Ну и давайте сразу штаб-палисадник, чтобы ориентировались. Вот он въезд. И сразу посмотрим здесь палисадник. Что у нас тут да как. Половин деревьев, я думаю, надо будет убрать. Что-то останется. Посмотрите. Это времянка. То есть это еще один дом. Реально дом. Мы потом зайдем в самом конце с вами. Посмотрите. Это еще один дом. Там его минус. Это невысокие потолки. Но, например, когда к вам приезжают гости, внуки, дети и так далее, вполне можно их туда селить, чтобы они жили отдельно. Или как у меня двое-трое заказчиков искали дом специально, чтобы вот рядом стояла вот такая же пристройка. Ну и не пристройка, а отдельно стоящий домик. И чтобы там жила теща. Теща сказала, хочу жить в отдельном домике. Вполне даже подошло бы. Так. Сейчас мы проходим. Я вас писать, просто не снимаю. Не попадать в катер. Вот. Сейчас мы пройдем сначала. Посмотрим сараи. Потом посмотрим территорию. А потом же по двум основным этим зданиям пройдемся. Заходим. Здесь летняя кухня. Большая. Причем с высокими потолками. Тут действительно. Тут уходящий такой. Крыша. Надо будет перебирать печку полностью. Потому что дождь. Ну, никто уже не смотрит за этим. Я думал лет 10-15. И все протекло. Это надо будет делать. А так здесь бетонированные полы. Поэтому, в принципе, либо еще одна комната, либо мастерская, либо для занятий жены, например. Или мужа. Ну, для мужа там сейчас следующее будет. Надо. Вот так вот. Так. Идем дальше. Для мужа, как раз сказал же, для мужа. Для мужа гараж. Причем тут такой полновесный гараж. Правильный. С широченными воротами. С ямой. Со светом. Смотрите. То есть тут яма есть. Ну, сюда машину загнать будет сейчас тяжело уже. Потому что тут заезжать будет тяжко. Но, по крайней мере. Как мастерская. Для мужчины здесь обалденно. Ширина. Ну-ка, сейчас мы посеялись. Сейчас я вам скажу, что у нас тут какая. Ширина 5. На, у нас получится. Нет. Что мешает? Эррор какой-то. на 5,6 то есть грубо говоря 5 на пять с половиной это то есть да тут тут они одна машина тут две можно поставить но просто их не загонишь сюда к сожалению но мелкая какая-нибудь нет это понятно я имею ввиду тут по подъезду уже не подъедет я не проект я вот здесь вот здесь вот здесь ну только здесь надо все убирать чтобы сюда что-то проехали легковушка сюда как маленькая проедет но что-то большое внедорожник уже не то что вот тут по ширине хотя проедет кстати проедет да конечно конечно нет а в арку влазь любая машина абсолютно даже газелька пассажирская так идем дальше так в принципе в гараж то въедет въедет вот тут надо будет все убрать так проходим дальше здесь у нас баня причем баня опять-таки живая но воду скорее всего на быть употребляет это понятно все кто что приедет надо будет от ревизию сделать по воде по всему но смотрите здесь стоит ванна то есть можно мыться можно убрать ванну поставить душевую кабину или просто сделать ее здесь здесь вот у нас печка топилась печка в бане причем производить впечатление что ну понятно но такое ощущение что она живое все практически я в курсе да 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 я знаю а кстати кстати вот эта вода идет с этого нагретой воды действительно вот отсюда сделано интересно это можно прям ваним набирать ванну и пляскаться в деревне ванне класс даже у меня ванны нет так дальше у нас сарайки тут уголь хранят но опять-таки можно и сами как сарайку использовать смотрите тут можно свинюх держать а тут и держали походу свинюх потому что или они это здесь на кур да а нет кошку очень интересно так идем дальше так а тут то есть по этой стороне тоже сразу покажу тут сарайки которые но это надо быть наверное вот это уже вот эта часть можно снести потому что она уже как-то совсем уже реанимировать тяжко тут живут курочки если вовремя купите договоритесь вам их можете даже оставят не успеете заведете где держать кур уже есть так тут все сарай 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 тут только быстро вам покажу то что тут сейчас курочки живут чтобы не убежали видеть курочки тоже тоже еще одна сарайка хорошая сарайка классно шпала я так понимаю что на низу они доступны насти одна рука неудобно это ладно так с этой стороны у нас большой сарай тоже с курочками смотрите опять таки можно скотину держать а можно мастерскую сделать тут ну скорее всего если сюда переезжать такой район то надо держать скотину так что здесь земли много сзади участка есть канал с водой а это да то есть этот тут тут просто такой они здесь а где а вот это все понял а тоже курочка сарай сарайков много для хозяйства здесь действительно все интересно так сейчас возвернемся и пройдем другими уже пойду покажу вам землю так идем 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 сушилка для банок елочка а здесь печка для это хлеб пекли на здесь на улице душ летний так тут есть подвал погреб сейчас у меня лампочка включилась сейчас пойдем тему покажу его надо конечно делать все понятно но он большой он огромный он реально большой он огромный то есть тут да тут подвал очень хороший причем не сырой не сырой дверь есть дверь есть но это надо быть я думаю что заново все новое делать закатки стоят ну да там скорее все надо быть новое делать но это уже сарайки так эти у нас сарайки да 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 так это вот это у нас все как раз погреб сверху погреб но в погребе прохладно действительно прохладно а сейчас жара то есть уже у нас вторая половина августа 17 августа да то есть земля должна была прогреться так ну тут уличный туалет но собственно он единственный потому что туалета в доме нет вам его надо будет делать ну и тут ремонтировать вот давайте пробежимся сейчас по участку земли алыча айва тут много всего что есть есть груши есть яблони сейчас пройдет доведу вас до этого канала салгира ну его называют так они сейчас вам покажу что вот это все вот это все ваше вот это вот вот это все ваше земли ну не так много да хватит выше крыши я думаю больше куда больше то делки палки то есть сзади участка у вас соседи опять таки нет здесь вот такой канал ну в этом году сами понимаете в каналах у нас воды мало или нет совсем но рано или поздно и слово закончится и все будет хорошо и в Крыму будет вода в каналах и все будет замечательно вот по скошенному это вот граница ну где-то примерно вот там вот граница участка все деревья это ваши деревья тут где-то растет клубника мне сказали не не затопчи только не затопчи там так ух ты так понимаю черешня по всей видимости абрикос наверное ну в общем тут деревьев много и самое главное самосевный орех орех самосевного много вот она клубника вот она то есть есть клубника надо поливать конечно яблони да конечно как раз будут будут чистить когда от навоза курячего там все можно будет им аккуратненько разбавить водой да удобрить так на рунем заросли ну здесь конечно надо будет немножко все да кстати вот черно-смородина местная такая-то капелька называется яблони вот все здесь опять-таки огромный орех Drago да я уже я уже перелез сюда вот до сюда ваш участок принципе принципе очень даже неплохо все пойдемте смотреть два домика да можно закрывать так и идем 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 сейчас для начала посмотрим с вами который летняя кухня ну которая летняя кухня вот она здесь здесь есть летняя кухня вот здесь туда же видите газовый баллон стоит давайте его посмотрим этот времянку как я называю здесь с этой стороны вам показываю ничего не отваливать штукатурка на месте все на месте все хорошо так там я спереди обходил в самом начале ролика спереди вам показывал я сейчас тогда заходим сюда во времянку газовая плитка тут стоит подвезенная тут потолки очень низкие конечно но для времянки я думаю что вполне даже нормально сейчас вот то есть вот на входе метр так здесь внутри ну кстати 220 вполне даже вполне даже здесь знаете как первая комнатка проходная здесь печка ее как раз отсюда топить на мусор на мусор вот на это все внимание обращайте потому что ну люди уезжают люди уезжают плюс живет пожилой человек ну как то так точно не внимание обращайте все это все это вывозится все это либо выкидывается либо оставляется смотрите зато шкаф замечательный шифонер я думаю что вывозить его не буду скорее всего стоит вам и древнюю кровать классно я у бабушки на такой кровати спал еще тогда был совсем маленьким до лет сорок назад на что вот здесь смотрите то есть здесь потолки я в прошлый раз прошелся не увидел что есть потолки не текут поэтому здесь все нормально можно здесь вот можно здесь реально приехали здесь просто так прибраться и здесь пожить до недели месяц пока делать в основном доме ремонт и потом туда спокойно переехать и теперь с этой стороны дом еще вам дом покажу смотрите здесь есть кондиционер но говоря что он сейчас не работает его надо заправить поэтому заправить и там посмотрите заработать не заработает заработает хорошо сэкономить 1030 20 не заработает поставить и новый ничего страшного все равно бы иногда их надо новые стоит так дом я вам снаружи показывал давайте я зайду захожу в дом заходим в дом здесь пристройка здесь пристройка я у меня снаружи показывал кстати изнутри посмотрите трещин нет здесь высота потолков 220 и входим сам дом так входим в дом здесь сначала у нас давайте для начала покажу вам сколько у нас потолки здесь потолки очень высокие меня не сразу показались высоким смотрите больше чем 2 и 6 метра высокие потолки это хорошо здесь печка стоит вот топить то есть отапливать весь дом и дальше две комнаты раздельная то есть 1 спальника окна везде пластиковая показываю углы с углами да надо сделать ремонт хотя принципе принципе если вот это все вывести они вывезут то есть дом заходи живи по большому счету вот реально то право да поймешь у нас делать ремонт но при против равных можно уже сразу заезжать здесь жить смотрите то есть у нас здесь дать конденсат было лишь тот смотрите но не течет видно что не течет но так как сырость обои отошли возможно обои клеили на побелку а готовите все она же не там не в углу вот так вот так что в принципе везде я да я видел я показал везде деревянные полы причем нормально и конечно скорее всего надо будет рано или поздно обновлять но на данный момент заезжать и жить можно так 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 все выходим 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 вот он выход а друзья посмотрели ролик поставьте лайк где вы это смотрите потому что это видео есть на ю тубе на рутубе на дзене и на вк видео в на всех кроме вк видео в описании есть мои а кстати на вк видео тоже в описании есть ссылки на все мои соцсети ну почти на все зайди сюда подпишитесь хотя бы на телеграм-канал подбор дома в крыму это важно потому что там идут самые прям самый самый свежак то что я публикую там самая оперативная информация опросы там всякое такое подпишитесь туда дальше я вас жду в это воскресенье как и в любое другое воскресенье на youtube-канале ярослав фролов у нас большой стрим из крыма не забудьте воскресенье 10 утра youtube-канал ярослав фролов большой стоим из крыма приходите обязательно будет очень интересно там всегда много полезной информации для вас я стараюсь давать каждый стрим какую-то ценность какую-то вот няшечку какую-то нюашечку в этот раз будем разговаривать как раз про этот ролик возможно ли в крыму купить дом до миллиона рублей сейчас в августе в конце августа 2023 года приходите поговорим об этом на стриме каждое воскресенье на youtube-канале ярослав фролов все друзья мои еще последнее вам предупреждение я не могу его не сказать а то сегодняшний раз это не друзья в каждом ролике вам говорю если вы хотите приобрести дом в крыму не затягивать или участок не затягивайте с этим не знаете не думать как не сегодня написал один потенциальный заказчик ярослав мы решили до весны подкопить там тысяч двести триста и вот мы весной будем покупать там у нас у нас пределах миллиона будет уже мы пойдем покупать я написал не будем мы с вами работать в весной потому что за эти деньги мы точно уже ничего тут не купим и да я вам хотел сказать на уже напоследок ролик хорошо досмотрели значит вы хотите это увидеть друзья если у вас есть прямо сейчас возможность выходить на сделку прямо сейчас возможность купить дом или участвовать крыму обращайтесь мои контакты есть в описании напишите мне на ватсап и там сайте в описании есть ссылка на опросник заполните опросник и мы начнем с вами работать потому что каждый день реальности говорю вам каждый день задержки в то что вы выходите со мной на договор то что вы каждый день не покупаете то есть вот подождали два-три дня не купили что-то она может подняться она поднимается в цене реально вот теперь пока пока всего наилучшего увидимся на стриме и в моем телеграм-канале подбор дом в крыму